Испанцы любят драму и надрыв, но в своем сценическом прочтении творческий коллектив театра решил не привязываться к конкретной местности. Это не реконструкция Испании, она условна. От драматурга осталась лаконичная проза и пронзительные стихи. Пьеса «Кровавая свадьба» очень сценическая, ее лучше не читать, а смотреть в театре. Она как танец фламенко, где нет крупных движений, но существует сгусток чувств и энергии, так и у Гарсия Лорка. Его персонажи немногословны, движения выстержены, но происходит такой накал страстей и чувств, что, кажется, вот-вот произойдет взрыв. В пьесе с самого начала все катится к неизбежному кровавому финалу. Но это показано деликатно, пластично и эстетично. Сценография незагроможденная, в ней есть свои смысловые акценты, которые передают атмосферу того или иного действия. «Светящаяся рама» олицетворяет собой портал и два мира – живой и потусторонний, в который, как в бездну, уходят герои. Немаловажное значение имеет и земля. Это то, на чем живут эти люди. Но земля у них сухая, она бесплодная, она бесплодная, она не плодородная, как здесь, в вашем регионе замечательном, где все хорошо растет. В нашем спектакле она олицетворение, наоборот, смерти. Это то, что не дает возможности как-то развиваться, дышать людям. Они засохли точно так же, как и эта земля. Режиссер спектакля Анна Фекита убеждена – это классика, которая должна быть в репертуаре театра. Это другой уровень драматургии, это поэзия, символизм и важно, чтобы наряду со спектаклями более бытовыми, которые идут в театре, была постановка, которая значительно отличалась от остальных. В данном материале соединяется музыка и пластика, тексты, драматургия, актерское мастерство и звук. В этом спектакле можно почувствовать разные нюансы человеческой жизни. Именно поэтому этот материал должен звучать сегодня. Мы забываем о каких-то очень важных человеческих понятиях, о том, что надо ценить своих близких, о том, что надо не забывать, что в жизни самое главное – это любовь. Это любовь, это семья, это наши близкие люди, когда они рядом, когда они живы. Это долг, это чувство плеча, чувство помощи, поддержки. Это настоящие мужские поступки, которые сегодня, к сожалению, очень редко можно встретить в жизни. Три месяца работы, обсуждения, съемки, репетиции – все это еще больше сплотило коллектив. Они готовы делиться своими мыслями, философией и взглядом на жизнь через точно выверенные фразы и пластику тела. Этот спектакль стал их общим ребенком, который 19 декабря сделает шаг на встречу к своему зрителю. Елена Хромова, Михаил Мальцев, Александр Кобзарев. Область новостей.